МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Тимирис Рыспаева. Сурдоперевод Оксана Отечка. И сегодня в выпуске. Ситуация под контролем. Так комментируют представители Министерства сельского хозяйства обстановку на полях саранчо. Есть ли ущерб? Травмы на каникулах. Жаркие дни в этот период у детских травматологов. С какими травмами чаще всего в отделение попадают маленькие пациенты? И где кроется опасность? С душой и любовью. Как День столицы отметили кустанайцы. Праздничные конкурсы, концерты и выступления радовали жителей в праздничные выходные. Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Узбекистана. Президент Касым Жумар Тукаев поздравил Шавката Мерзиёева с убедительной победой на выборах президента. Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства. В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность к дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Главы государства обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий. Президент принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба Государственной службы Алихана Байменова. В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции и перспективы развития сферы Государственной службы. Глава государства отметил, что Астанинский хаб оказывает значимую экспертную поддержку в вопросах развития системы государственного управления. Касамжу Мартухаев подчеркнул важность эффективной реализации административной реформы путем дебюрократизации государственного аппарата, децентрализации полномочий и активного внедрения проектного подхода в деятельность госорганов. Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшей консолидации общества, в частности, о важности формирования таких ценностей, как соблюдение закона и порядка, профессионализм и возвышение роли человека труда. Алихан Байменов проинформировал президента о деятельности Всемирной Федерации Тугос-Умалак. Глава государства отметил важность дальнейшей популяризации национальной игры в стране и за рубежом. Касым Жумар-Тухаев акцентировал внимание на необходимость организации на высоком уровне Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Казахстане в следующем году. Казахстан находится в пике активности сранчи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол-Крашу-Киев. С рабочим визитом накануне он посетил Кустанайскую область. Напомним, в регионе идет борьба с насекомыми вредителями в 10 районах. Задействованы более 18 единиц различной техники. Какова ситуация на сегодняшний день, расскажут мои коллеги. Подъем численности сранчи специалисты наблюдают еще с 2021 года. На этот год пришелся пик активности. Ситуация ожидаемая. Работа ведется самыми первыми агрессию крылатых вредителей, почувствовали южные районы. Сейчас насекомые распространились на большей территории региона. На борьбу вышли профильные ведомства, вооружившись специальной техникой и химикатами. На данный момент обработано уже около 400 тысяч гектаров. Аграрий Василий Куц говорит, меры были приняты оперативно. Ущерб удалось избежать. Лед заметили. Потом посмотрели, к какой стороны. Обследовали участки. Посмотрели, что сами мы тут не справимся. Быстро сообщили в защиту растений. Территориальный комитет. Они, правда, мгновенно приехали. Вот первый день они полностью обследовали. Они говорят, мы должны знать, где травить. То, что ты говоришь, все это ничего не значит. Детализировали все. И потом по этим деталям запустили машину. Ну и сам командовал здесь. И сейчас вот она вот уже погибает. Это процентов на 70 погибло. И вот оставшиеся 30 процентов, она как чумная тут ходит на жаре. Ну вопрос такой. Или она сама помрет. Или вот на подстраховку стоит дельтаплан. Они мне обещают, если где-то будет, мы добьем ее моментально. Всего на полях области работает 18 единиц различной техники. Среди которой самолеты, дельтапланы, опрыскиватели и аэрозольные генераторы. В целом по Казахстану в текущем году у нас по прогнозам где-то полтора миллиона гектаров было. Угроза появления саранчи. Из нее мы полностью на контроле держали. И надо сказать, что в текущем году, если брать вот наше десятилетие прошедшее, то это самый высокий показатель. 11-летний цикл. Мы сейчас находимся на пике угрозы появления саранчи. И главная задача Министерства сельского хозяйства, комитета госинспекции ВПК, это защита сельхозпосевов. Чтобы не пострадали наши крестьяне, наши фермеры. Пик активности саранчи приходится на каждые 11 лет. При этом атакуют они не только пассивные площади, но и сенокосные угодья. Некоторые аграрии проводят обработку своими силами. Никто не стал дожидаться. По закону защиты растений, хозяйство должны ввести мониторинг и борьбу. Кроме того, государство ведет эту статью 14 закона защиты растений. Никто не отменял. Ребята работают сами. В общем, по стадной саранчи у нас по области своими силами обработано 28 тысяч лектар. По нестадной саранчи обработано 35 тысяч лектар. Работы на парях продолжаются. По прогнозам специалистов, пик активности насекомых продлится еще порядка двух недель. Не исключено, что и следующий год будет тоже непростым. С начала года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили свыше 210 тысяч технических средств реабилитации. 6,5 тысяч услуг жестового языка. Свыше 29,4 тысяч – это путевки на санаторно-курортное лечение. Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписи у услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывоза. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. На сегодня на портале зарегистрировано 854 медико-социальных учреждения, оказывающих специальные социальные услуги. 441 поставщик технических средств реабилитации. Более 27 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника. 696 жестового языка и 106 санитарно-курортного лечения. Внедрение автоматизированной информационной системы и портал социальных услуг предусмотрено в рамках национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Песни, танцы, веселье и хорошее настроение. День столицы всегда празднуется с особым размахом. 6 июля этого года именинница отметила свое 25-летие. Традиционно в этот день по всей стране проходил ряд праздничных мероприятий. В этой эстафете Кустанай стал центром протяжения ярких выступлений и необычных концертных номеров. За завораживающим действом наблюдала Маргарита Иванова. Юбилейная дата в этом году выпала на четверг, однако многие праздничные мероприятия начались накануне. Артисты удивляли искушенную публику высоким уровнем организации. Зрители, в свою очередь, с удовольствием слушали уже полюбившихся местных артистов. А после окончания торжества еще долго делились впечатлениями. Массовые гуляния по случаю Дня столицы развернулись во всех уголках областного центра. Ежегодно День столицы – это, наверное, тот самый праздник, который подкрепляет дух всего народа, всех казахстанцев, потому что каждый любит столицу. Ну, в принципе, я не дам соврать, что и за рубежом любая столица – это гордость для своей страны. И как никогда данный праздник как раз-таки и благодаря тому, что и наша столица красиво, узнаваемо, является узнаваемым во всем мире. Все знают, что 6 июля для нас – это День столицы. Праздник стал запоминающимся событием для жителей и гостей города. Многие приходили с семьями и приводили с собой маленьких детей. А солнечная погода способствовала отличному настроению. Меня сюда пригласили в Молодежный ресурсный центр. Мы очень хорошо готовились к этому концерту. Мы будем играть киев, я льгер с луком, а дай и алтун я. В день торжества масштаб только усилился, а зрителям нравилось. Происходящее на сцене они не приставали рукоплескать профессиональным и самодеятельным артистам. Когда же звучали знакомые ритмичные мелодии, дети и взрослые покидали свои места и начинали танцевать. Многие подпевали, услышав любимые песни. К слову, большинству композиций в этот день было посвящено главной виновнице торжества – Астане. Раскрытый настежь для любви сердца людей, земля моя, ты с каждым годом всё добрей. Тёплые слова о родине и её главном городе звучали в каждом уголке. Невероятная атмосфера единства, одной общей любви к столице тут же образовала целый калейдоскоп радужных поздравлений. Хочу поздравить всех кустанайцев, всех казахстанцев с Днём столицы. Потому что это… ну честно сказать, я в других странах не видел так, чтобы так отмечали широко день, допустим, Москвы или там Сеул, чтобы вся страна гуляла. У нас очень хорошее государство, которое даёт нам возможность и поработать, и отдохнуть. И чем больше праздников, конечно, тем более таких, как День столицы, и это классно. Почему нет? Это здорово. Гордиться своей страной, своим государством и, конечно же, столицей. Сегодня кустанай отмечает День столицы. Творческий коллектив города показывает свои концерты, номера, поздравляет жителей города с праздника. Пусть наша столица просветает, пусть будет благополучие, пусть будет мир на земле. С праздником, кустанайцы. Я хочу поздравить всех кустанайцев, всех жителей Кустанайской области с таким замечательным праздником, с Днём столицы, с Днём Астаны. У меня особое отношение к этому городу, потому что мне посчастливилось там и учиться. Я там закончила магистратуру, Евразийский национальный университет Гумилёва. И посчастливилось там поработать в нескольких музыкальных коллективах. Это замечательный город, прогрессивная молодая столица, туда стекаются все творческие силы. Это очень интересный творческий музыкальный город. И с каждым годом там появляется всё больше интересных музыкальных коллективов. Звуки музыки от сети центра доносили за несколько кварталов. До следующей точки далеко идти не пришлось. Праздничная программа ждала на площади дворца Жастар-Сарае. Под открытым небом праздничный концерт то и дело разбавлялся радостными возгласами горожан о достоинствах нашей столицы. Сегодня весь Казахстан отмечает 25-летие нашей красивой столицы. Я очень рада присутствовать на этом мероприятии. Хороший концерт, хорошая погода. У людей, которые смотрят сейчас концерт, отличное настроение. Пусть процветает наша любимая, красивая, многонациональная, дружная республика Казахстан. Это большой праздник. Мы все с большим удовольствием пришли на площадь сюда, к нашему дворцу молодёжи Кустанайскому. Здесь всё красиво, но здесь красивые люди, красивая музыка. И 25-летие города Астана – это значительное событие в истории нашего государства. Это, по сути, весь тот пройденный путь за годы независимости, который вдохновляет нас, казахстанца, весь наш народ. И много надежд связано с тем, что Астана у нас развивается. Большой город, он даёт пример всему Казахстану. Астана завораживает своим ритмом жизни и влюбляет казахстанцев. Молодая, меняющаяся на глазах столица – символ созидания, творчества и прогресса. Создаваемые архитектурные ансамбли зачитают в себе современный западный дизайн и восточный колорит. Именно поэтому город неповторим, запоминаем и особенно притягателен. Сегодня все самые тёплые пожелания и поздравления принадлежат ей, столице нашей необъятной родины – Астане. Такая молодая, красивая, гордая и независимая. За свою ещё очень короткую историю она уже успела стать визитной карточкой нашего государства, стать политическим, экономическим и культурным центром нашей страны, а также успешно заявить о себе на международной арене. То ли ещё будет «Процветай, наша любимая столица! С праздником, Астана!» Маргарита Иванова, Родион Бабич, телеканал «Костанай». В этом году на сдачу основного единого национального тестирования 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявок. Из них 162 тысячи сдали, включая две возможности. По итогам тестирования предельные баллы набрали около 135 тысяч абитуриентов. Это эквивалентно примерно 83% от общего числа участников. По сравнению с прошлым годом это в несколько раз выше. В прошлом году было всего 37%. Средний балл ЕНТ вырос на 7 баллов по сравнению с прошлым годом. В этом году средний балл составил 73. Самый высокий показатель получили 5 человек, набрали 137 баллов. Количество детей, набравших свыше 120 баллов, составило 2868. Уточнили в Республиканском центре национального тестирования. Теперь сдавшие тестирование абитуриенты смогут направить документы в любой вуз в онлайн-формате. Для этого не нужно специально ехать в другой регион. В этом году кампания по приему заявок для участия в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. Для удобства абитуриентов, проживающих в отдаленных регионах, будет проведен онлайн-прием заявлений через портал электронного правительства ЕГОВ. Кроме того, для тех, кто хочет подать документы в традиционном формате офлайн, работают приемные комиссии вузов. Время отдыха и травм, летних каникул дети ждут с особым нетерпением. А взрослые с такой же особой настороженностью. Ведь это сезон детской свободы и навременно пик работы и травматологии. Как предостеречь детей и не попасть на больничную койку? О рекомендациях врачей Маргариты Иванова. Каждому сезону свойственны свои причуды. Лето – время разбитых коленок и ободранных локтей. Неопримененные школьными уроками и дополнительной учебной нагрузкой – три летних месяца по статистике самый травмоопасный для детей период. Их игры на свежем воздухе и свободное времяпрепровождение нередко заканчиваются ушибами, переломами, растяжениями и ранами. С наступлением теплого времени года, особенно жарких дней, количество обратившихся детей в трех пункт значительно возрастает. Допустим, если зимнее время это количество в сутки доходит 40 человек в день, то в летнее эта цифра доходит до 80. У нас есть такое понятие среди детских травматологов, как антирейтинг. И первое место по травматизму у детей стоит так называемая паутинка. Она находится во дворах. Это лидер по травматизму среди детей, особенно с возрастом от 2 до 6 лет. Дети на ней вскарапливаются, лазают и благополучно туда падают, к сожалению. И поступают нам с такими переломами, как переломы в верхней конечности, нижней конечности, с этой синеголовного мозга и так далее. Растущий организм очень любознателен. Он должен успеть везде. Вот и отправляются любопышки на деревья, заборы и крыши. А те, кто постарше, на стройке. Даже обычные уличные игры могут привести к неприятным последствиям. Толкнули, упал, стукнулся лбома в результате затрясения мозга. В общем, травмоопасных соблазнов очень много. В это время родителям нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить первые признаки возможной травмы у ребенка. Если в обычные месяцы, весенние, зимние, количество обратишься в тропунт, где-то около тысячи детей, то в жаркие время года, летние, их цифры доходят до полторы тысячи в месяц. Допустим, уже за этот полугодие, 23-го года, уже количество ДТП превысило 100 человек. Количество укушенных уже приближается к 190. Вот падение с окон и с высоты у нас это считается дерево, там выше трех метров, и крыши гаражей и других сооружений уже достигло 19 человек. Валентина Верьянов это лето запомнит надолго. Вместо рыбалки и отдыха с друзьями он проводит его на больничной койке. Своим сверстником юноша желает быть аккуратнее, планируя досуг, и не надеется на пресловутая авось. Открытый перелом предплечья, сотрясение, рассечение подбородка и колено левого. Все лето потерял, не поработал, не отдохнул. Сейчас буду лежать с сломанной рукой, поправляться. С зоной повышенного внимания из-за риска получить травму, по мнению врача-травматолога, должны стать детские игровые площадки. Если дети занимаются там без присмотра взрослых, то в разы возрастает вероятность травматизма. За счет того, что дети предоставлены сами себе, родители не участвуют в их жизни, не страхуют их на паутинках, на турниках, на велосипедах и на дорожной проездной части. Поэтому дети, как правило, такие без ухода, без осмотра, чаще всего попадают в эти происшествия. И они попадают домой. Родители приходят с работы, как правило, после 18.00. Ждут до 19.00, до 20.00, что все пройдет, все будет нормально, дадут там какое-нибудь лекарство обезболивающее. Но все равно боль не проходит, ссадина не заживает. И они таким большим наплывом все к вечеру обращаются в тракунт. Все, что накопилось за день, они пришли с работы, они свои дела сделали, обратили внимание на ребенка. И боль не проходит после его фена, допустим. И в 21.00 весь полгорода едет в тракунт. Предупредить травму всегда легче, чем лечить последствия, предостерегают врачи. Ведь восстановление – процесс долгий и весьма сложный. Лето – излюбленное время года каждого ребенка. Долгожданные каникулы, много свободного времени, а еще очень много активности. Кстати, о ней, последнее слово, особенно пугает всех травматологов. Ведь с переходом жарких деньков маленькие пациенты буквально наполняют все деление травматологии. В связи с этим специалисты предупреждают их родителей. Планировать досуг с пользой для здоровья, чтобы не омрачить это прекрасное время года. Маргарита Иванова, Тимирлан Жамбулов, телеканал «Кустанай». С 19 по 25 июня на территории Кустанайской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Сотрудниками полиции за этот период выявлено более 150 нарушителей миграционного законодательства. По решению суда из региона выдворено 12 иностранцев. Почти неделю длилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Только первые трое суток стражи порядка выявили 6 иностранцев, незаконно пересекших границу страны. Всего за период ОПМ выявлено более 150 нарушителей миграционного законодательства. В департаменте полиции Кустанайской области выявлен 151 факт незаконного осуществления трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан. Из этого количества 72 граждан – это граждан Узбекистана, которые незаконно осуществляют трудовую деятельность, 36 граждан Азии вражена и 30 граждан Российской Федерации, которые нарушили правила пребывания на территории страны. В основном нелегалы трудились на строительных объектах. За нарушение закона 15 работодателей привлечены к ответственности. Их оштрафовали на 69 тысяч тенге. По решению суда выдвинуло 12 иностранцев. Также это из Узбекистана и Российской Федерации. В течение 10 дней должны покинуть территорию Казахстана. В случае отсутствия денежных средств мы принудительно будем выдвинули их за счет местного бюджета. Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» проводится два раза в год – в июне и октябре. Сотрудники миграционной службы проводят рейды и вне масштабных акций. Они ежедневно выявляют иностранных граждан, которые нелегально находятся на территории Республики Казахстан. Только по итогам этого месяца в стране зарегистрировано около 900 таких фактов. В Карабалакском районе завершился областной турнир по боксу. Спортивное соревнование прошло в честь 95-летия с даты образования района. Юные боксеры из разных регионов области боролись за главные призы чемпионата. Турнир по боксу в Карабалаке посетили известные гости из мира профессионального бокса. О том, как прошел турнир и кто стал его победителем, расскажут мои коллеги. В течение трех дней юные бойцы показали все свои умения и волю к победе на открытом ринге. Участие в турнире приняли десятки боксеров из семи районов и трех городов области. Средний возраст участников – 10-12 лет. Для многих из них эти соревнования – настоящая проба боксерских перчаток на чемпионате областного уровня. В Карабалаке сегодня проводится областный турнир по боксу, посвященный 95-летию Карабалаке. Среди юношей сегодня финальные бои. К нам, в 16-й области, со мной, с другими регионами, городами и районами, приехали к нам поучаствовать в данном виде спорте. Бокс, кардисмирование, большую популярность для юношей. Сегодня отличная погода. Решили провести на центральном стадионе, по-другим небам. Видимо, очень понравилось спортсменам, так и родителям. Сегодня нашим гостем по приглашению приезжает обслуживание спорта Тимиртаза Супы. Это наш главный гость, где также он будет награждать наших спортсменов. Также показать своим примером для дальнейшего развития именно детского бокса. Одним из главных гостей турнира стал известный казахстанский боксер-любитель Тимиртаза Супов. Мастер спорта международного класса, является чемпионом мира и Азии по боксу. По словам Тимиртаза, его основная задача на турнире – это работа с детьми. Его опыт может вдохновить ребят на достижение спортивных целей, мотивировать молодых бойцов активно заниматься этим видом спорта. В нашей стране бокс всегда хорошо был развит, дети всегда были заинтересованы именно в спорте, не только в боксе, а вообще в спорте. И глядя на подрастающие поколения, очень рад, что много людей идут в спорт, и много идут на бокс, на другие виды спорта. Дети в спорте понимают, что спорт – это здоровый образ жизни, это будущее. Будущее за нашими подрастающими поколениями, я думаю, это правильное дело, что сейчас делают большой акцент именно на развитие и популяризации спорта. Условия следуются все. На данный момент, например, открываются залы, открываются флоки, открываются кружки, и выделяются очень большие деньги на развитие спорта. А детей только нужно, чтобы они занимались целеустремленно, все в их руках, но мы и Владимир только поможем. Несмотря на свой юный возраст, Алижу Мархамбетову можно назвать бойцом со стажем, выступает на боксерском ринге уже три года. За это время завоевывал титулы на многих областных и республиканских соревнованиях. По итогам этого турнира в своем весовой категории Али занял первое место. Я занимаюсь боксом три года. Я побеждал много где на области и на республиканских соревнованиях. Я на этом мероприятии победил. Занял первое место. В Карабылковском районе идет активное развитие физической культуры и спорта. В райцентре и селах района ведется строительство необходимой спортивной инфраструктуры. К примеру, в этом году в регионе реализуются три проекта. Планируется построить рядовый корт и физкультурно-здоровительный центр. Также до конца года планируют реконструировать районный стадион в селе Карабалык. После ремонта спортивная арена сможет принимать более 900 болельщиков. На сегодняшний день в Карабылковском районе у нас имеется три проекта, где работы уже начаты. Это у нас первый проект – это строительство физкультурно-здоровительного комплекса в Карабылковском районе. Второй проект – это ледовый корт. И третий проект у нас – это реконструкция стадиона поселка Карабык. По стадиону планируется размещение около 900 мест. Работы уже начаты. В третий день соревнований прошли финальные бои между главными претендентами на победу. По итогам последних схваток на педестал подсчета поднялись лучшие бойцы турнира, набравшие большое количество очков. Обладателями первого, второго и третьего места достались медали и памятные статуэтки. В церемонии награждения чемпионов участвовал Тимиртаза Жусупов. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова